Всем привет! В этом видео мы с вами посмотрим сразу на несколько смартфонов из доступного ценового сегмента от компании ZTE. Именно для этого мы приехали в M-Video. Здесь вы можете их купить как физически, так и заказать онлайн. Давайте вместе разбираться, как они все работают. Впереди очень много праздников, а значит стоит чекнуть ссылку в описании и там посмотреть на все смартфоны из этого видео. Поверь, ты не пожалеешь. Отличные цены, скидки и возможность приобрести действительно современный гаджет по привлекательной цене. Всего в этом видео будет несколько моделей смартфонов. Это ZTE Blade A3 2020 NFC, ZTE Blade A5 2020, ZTE Blade A51, ZTE Blade A71 и Red Magic 5S. Все от тех, что ZTE. Давайте о каждом по порядку. Первым смартфоном будет ZTE Blade A3 2020 NFC. Компактный, вполне стильный по дизайну, корпус пластиковый, но сделан хорошо. Главное, чем смартфон выделяется, это доступный ценник при достаточно мощном железе. Также есть NFC. А это, в свою очередь, возможность бесконтактной оплаты в магазинах. Для многих сейчас актуально купить универсальные режимы, но все-таки с полным набором всех основных возможностей. Дисплей имеет разрешение 1440 на 720 пикселей при размере в 5,45 дюйма и выполнен он по технологии IPS. Картинка на хорошем уровне. Пользоваться приятно, что не так часто встречается в данном ценовом сегменте смартфонов. Далее переходим к ZTE Blade A5 2020. Внешне смартфон выполнен в классическом форм-факторе. Сзади это пластик, который хорошо имитирует стекло. Издалека вообще не отличить. Смотрится оригинально и интересно. Дисплей выполнен по технологии IPS. Это 6,09 дюйма с разрешением 1560 на 720 пикселей. Цветопередача на уровне. Нет искажений при изменении угла наклона. На улице аналогично. Отличная читаемость. Запаса яркости хватает с головой. В качестве процессора выступает восьмиядерный Unisoc SC9863A. Оперативной памяти у нас 2 гигабайта, а 32 гигабайта уже встроенной. Аккумулятор имеет емкость 3200 мАч. Заряда смартфона хватает на полный рабочий день. Если у вас с утра, например, было 100%, то вы наверняка сможете прожить без дополнительных подпиток от розетки или пауэрбэнка до часов 8-9 вечера. ZTE Blade A51. Еще интереснее. Внешней столовой части у него матовая задняя крышка с рельефом из ромбиков. Выглядит реально стильно. Экран значительно больше, чем у предыдущих моделей. Это 6,52 дюйма с HD+, разрешением. Основных камер 2.13 мегапикселей, диафрагма f1.8 и автофокусом и на 2 мегапикселя с диафрагмой f2.4. По фото возможностям на хорошем уровне. Инстаграм не удивит, но на каждый день будет отличным решением. По скорости работы тоже без нареканий. Android 11 Go сделает свое дело и оптимизация в этом случае однозначно решает. В итоге получается доступный по цене смартфон. С хорошим большим экраном, адекватной производительностью и весьма интересным внешним видом. ZTE Blade A71 это старшая модель, которая имеет дополнительный ряд преимуществ. Давайте начнем с дизайна. Тут все стильно, строго и выглядит на мой вкус дороже, чем есть на самом деле. Когда мы говорим про начальный и средний сегмент смартфонов, это прям супер важный аспект. Размер IPS дисплея 6,52 дюйма с разрешением 1600 на 720 точек. И по цветопередаче вообще нет претензий. По скорости работы интерфейса тоже вопросов не возникает. Тут вы получаете стабильно работающий смартфон в любом типе ежедневных задач. Разблокировка по отпечатку пальцев встроена в кнопку включения. Ну и в копилку плюсов идет все тот же модуль NFC для оплаты покупок бесконтактным способом. Очень понравилось, что аккумулятор 4000 мАч отрабатывает на все 100%. Его хватает на целый день до самого вечера. Как и всегда у ZTE смартфонов все очень сбалансировано и при этом по разумной цене. Red Magic 5S от ZTE это настоящий игровой флагман, который может дать вам максимум в плане производительности. И обладает рядом своих эксклюзивных технологий. Full HD дисплей на 6,65 дюйма. Разрешение 2340 на 1080 пикселей. Но главное это частота обновления экрана 144 Гц, что встречается сейчас очень редко. Для удержания высокого уровня производительности во время длительной игры есть система жидкостного охлаждения с турбонадулом. Сбоку находится переключатель в игровой режим, который как раз и запустит особый вариант лаунчера и плюс охлаждения. Для активной игры также пригодятся сенсорные курки. Они как в контроллерах находятся на боковой грани смартфона и отлично подходят для быстрого управления, например, стрельбой. Есть тройная камера и она действительно флагманского уровня на 64 мегапикселя, а емкость батареи здесь 4500 мАч. Ее хватит и для игры, и для интернета, да вообще в целом для всего. Для ежедневного использования этот смартфон тоже подходит как нельзя лучше. Вы получаете максимум по скорости работы и удобству использования. По итогам могу с уверенностью сказать, что каждый смартфон имеет свой определенный ряд особенностей. Естественно, свою ценовую нишу и вы точно сможете подобрать именно то решение, которое будет вам наиболее подходящим. Фактически за любой бюджет. Напоминаю, что мы были в M-Video. Тут вы можете приобрести эти смартфоны физические, либо заказать их онлайн. Ну и, конечно, не забывайте, что ссылка будет первой строкой в описании на каждый из смартфонов. А также они будут продублированы в прикрепленном комментарии. Не забудь поставить большой палец вверх, на канал подписаться, внизу есть красная кнопка, она обязательно должна стать серой. Нажимай на колокольчик два раза, чтобы не пропустить выход новых видео. Несколько дуб роликов сейчас перед тобой, пиши свое мнение в комментариях. Про дело это все тебе не сложно, а для нас очень большая помощь в продвижении видео и канала в целом. Спасибо. Спасибо.